Вас клонит в сон после еды? Обсудим причины этого и что с этим делать. Это называют пищевой комой, постпрандиальной сонливостью или даже сиестой. Но вы должны осознать, что усталость после еды — это ненормально. Вы получаете топливо, энергии должно прибавиться. Так почему возникает усталость? В основном из-за избытка углеводов. Я ел углеводы, чтобы преодолеть сонливость, так как это было большой проблемой. Я съедал пол-литровое ведерко мороженого прямо перед сном, каждый вечер, в течение многих лет. И я тут же отрубался, моментально. Конечно, просыпался я весь опухший, не в себе, раздраженный, и я повторял это снова, снова и снова. Ведь каждый раз это влияло на мой сахар крови, и по вечерам у меня была тяга к углеводам. Я снял много видео об этом, но я решил снять видео именно в связи с Кето. Вы начали Кето и интервальное голодание, но усталость не покидает. В чём же дело? Возможно, вашему желудку не хватает соляной кислоты. Просто принимайте яблочный уксус или бетаинодидрохлорид во время еды. Это может помочь, но обычно с этим нет больших проблем. Также возможно, что из-за инсулинорезистентности ваши клетки просто не способны поглощать нутриенты и топливо. Видимо, так и есть, но причина вашей усталости не в этом. Если вы не получаете нутриенты и топливо, то у вас нет сытости, вы хотите съесть что-то ещё. Но при этом обычно нет усталости. Реальная причина усталости связана с инсулинорезистентностью, но дело здесь в высоком инсулине. Ведь высокий инсулин блокирует вещества в мозге, которые помогают вам бодрствовать. Так что реальная причина этой проблемы — высокий инсулин. Но я же думал, что, урезав углеводы, я понижу инсулин, и я только что начал кето. Так и есть, но уровень инсулина повышается по двум причинам. Первая причина — углеводы, а вторая причина — приём пищи. Вы только что поели, а это само по себе активирует инсулин. Проблема в том, что инсулинорезистентность у вас очень давно, поэтому, чтобы снизить повышенный инсулин, уйдёт какое-то время. Ведь инсулинорезистентность ещё есть. Так что даже если вы не едите углеводы, приём пищи в принципе активирует инсулин. Что можно сделать? Первое — нужно начать интервальное голодание. Ведь если вы будете есть реже, вы будете бодрее. Еда вызывает голод и провоцирует усталость. Так что отказ от завтрака — это очень мудрое действие. Ешьте дважды в день и медленно уменьшайте интервал между приёмами пищи, чтобы голодать дольше. Вы увидите, что у вас больше энергии, когда вы голодаете, когда вы не едите, ведь вы не запускаете этот механизм. Итак, интервальное голодание крайне важно. У многих людей, начавших кето-диету, мало интервального голодания, поэтому они по-прежнему чувствуют усталость. И углеводов должно быть мало. Просто помните об этом и следите за тем, чтобы не есть углеводов больше допустимого. Третье — умеренное количество белка. Чем больше есть белка, тем сильнее усталость, ведь большое количество съеденного белка вызывает усталость. Если есть много белка и углеводов, усталость совсем одолеет. Как бывает по праздникам, вы едите крахмал с белком и тут же отключаетесь. Дело не в трептофане, а в сочетании крахмала с белком. Избыток белка может вызвать усталость. Ешьте его в умеренном количестве. Четвёртое — терпение. Нужно от одного до трёх месяцев, чтобы адаптироваться к кето. Реально снизить инсулинорезистентность и не испытывать голода между приёмами пищи. И это хороший признак того, что процесс идёт. Инсулинорезистентность можно снижать быстрее. Вот один способ. Поскольку возникает сонливость, просто пытайтесь спать больше. Лишние полчаса сна помогут. Простой способ сделать это — ложитесь спать раньше, принимайте витамин В1. Я обычно получаю В1 из пищевых дрожжей прямо перед сном, а также витамин D3, особенно зимой. Приём витамина D3 перед сном улучшает сон. Попробуйте и посмотрите сами. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Продолжение следует...